Друзья, привет вам еще раз из Аперти. С вами опять Наталья Смирнова, ваш персональный финансовый советник, ну и да, по-прежнему из самоизоляции. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на мой внешний вид, потому что я периодически хотя бы раз в месяц буду появляться в таком виде. Это аллергия на лекарства, я должна их пить для того, чтобы проходить реабилитацию после операции в конце 2019 года. И поэтому выбирать не приходится. Иногда вот буду вот в таком вот виде перед вами. Так что сори. Вы просили меня рассказать и дать свои комментарии по выступлению Путина 25 марта 2020 года. Я сразу скажу, что я, ну не знаю, к счастью, к сожалению, но я не Путин. И я не могу дать вам детальных комментариев, как это будет, потому что пока это не положено на букву закона, то, естественно, я могу только строить свои предположения, как это может быть и какие вопросы у меня сейчас это вызывает. Но давайте обо всем по порядку. Пройдемся по всем предложениям, которые он озвучил. И дальше я дам комментарии, где есть тонкости, на что можно обращать внимание. Я пройдусь по всем вопросам. И льготы пособия, и кредитные льготы для населения, и льготы для бизнеса, и, конечно же, налоги на банковские вклады и облигации. Я думаю, что это очень многих беспокоит. Итак, давайте пойдем от более простого к более сложному. И закончим мы как раз налогом на депозиты и облигации. Итак, пособия и льготы, которые предложил Путин, это все, в общем, достаточно просто. Смотрите, он сказал, что те льготы, которые вам положены по состоянию на март 2020 года, они автоматически продляются еще на 6 месяцев, и вам для этого делать ничего не надо. Ну, наверное, это связано с режимом карантина, поэтому вот то, что вам положено, исходя из всяких там льгот и так далее, вот это на 6 месяцев продлевается. Но единственный момент, пока непонятно, с какой именно даты, но спешу предположить, что, скорее всего, вот с 1 апреля, собственно, это пойдет автоматически. Но, опять же, закона пока нет, поэтому я все-таки рекомендую вам, если это возможно, то когда в вашем городе закончится карантин, то все-таки проверьте, что льготы, на которые вы имеете право, применяются и в апреле месяце. Будет обидно, если вы понадеетесь, что это автоматом применится, а закон принять не успеют. Это первое. Второе. Выплаты к 75-летию Великой Победы, да, я буду читать, я все не помню, ветеранам и труженикам тыла в 75 и в 50 тысяч рублей, и сделают в апреле вместо мая. Ну, конкретно в какую дату в апреле непонятно, но, можно сказать, до 1 мая у вас эти деньги будут или у ваших близких. Дальше, с апреля по июнь, включая концы, естественно, семьи, которые имеют право на маткапитал, будут получать дополнительные пособия на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно в размере 5000 рублей в месяц. То есть, вот, с апреля по июнь месяц по 5000 рублей дополнительно в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Но, опять же, в данном случае пока не очень понятно, как это будет реализовано, но здесь это контролируется очень просто. Просто следите за своим банковским счетом, и если вам эта сумма поступит, значит, это все реализовалось. А также следите за законопроектами. Может быть, нужно будет что-то сделать дополнительное, чтобы обратиться за этим пособием. То есть, я не думаю, что у нас это сделают все-таки автоматически. Но из хорошего у вас на это есть начало апреля точно, чтобы сориентироваться вообще, куда бечь в этом смысле. И судя по тому, что есть привязка к маткапиталу, наверное, строю теорию, пока это теория, что можно будет получить подобного рода сведения в пенсионном фонде. Дальше. Выплата на детей, которые он планировал и до своего выступления в возрасте от 3 до 7 лет, начнутся не в июле, а в июне месяце. Но это поскольку запланировано было, поэтому вам никаких телодвижений здесь не надо предпринимать. Дальше. Больничные будут выплачиваться уже исходя из суммы не менее одного мрота в месяц. Но это около 12 тысяч рублей. И это будет действовать до 31 декабря 2020 года. Но пока непонятно, с какой даты. Поэтому здесь, опять же, нужно смотреть и уточнять тогда уже у вашей бухгалтерии, когда вам будут применять вот этот больничный по новым правилам. Но это актуально, естественно, для тех, у кого зарплата совсем маленькая. Для тех, у кого зарплата выше мрота, понятное дело, что ничего не изменится. Дальше. Пособие по безработице, но это для тех, кому актуально, например, увеличится до одного мрота. То есть это около 12 тысяч рублей. Но пока непонятно, с какой даты. Но это легко узнаваемо, потому что вы обращаетесь в организацию для того, чтобы вам выплачивали эти пособия по безработице. И если вам приходит меньшая сумма, значит, еще не приняли. Вот, собственно, и все. Дальше. Переходим к более интересному блоку льгот. Это кредиты физлицы. Путин в своем выступлении сказал, что если у человека серьезно меняется в худшую сторону финансовая ситуация, и его доходы сокращаются больше, чем на 30%, то человек вправе приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам и продлить их без штрафов. С одной стороны, вроде здорово, но с другой стороны, пока непонятно. Первое. А на какой срок можно продлить? Это первое. То есть на год, на полгода. Я думаю предварительно, что на полгода, потому что по малому и среднему бизнесу была озвучена мера именно на полгода. Поэтому это моя теория. Но опять же будем смотреть, исходя из законопроекта, который должен как-то последовать. Дальше. Пока не очень понятно, будет ли на период вот этой отсрочки начисляться процент за пользование заемным капиталом. Или это будет абсолютная моратория начисления процентов. В этом смысле тоже пока вопрос остается открытым. Я, наверное, пессимист и я предположу, что возможное дело, что вас от процентов за пользование деньгами в этот период никто не освободит. Но может быть я излишне драматизирую. Дальше. Не очень понятно, а как доказать, что у тебя доходы снизились на 30%. Если это зарплата, понятно, берешь справку НДФЛ и показываешь. Но если у вас, например, ИП, то тогда как? Это за какой-то период выручка, например. А если вы ИП единственный? Или если, например, вы физлицо и вы фрилансер. И у вас несколько источников дохода, и вдруг они начали сокращаться. Это выписку с банковского счета, получается, надо, видимо, брать. Или как-то еще это делать. То есть в данном случае я строю теорию о том, что вам нужно будет собрать все возможные доказательства в виде выписок со счетов, справок и так далее, по договорам, по которым вы работаете, справки НДФЛ от работодателя и так далее, чтобы доказать, что у вас общий объем поступлений сократился больше, чем на 30%. Но если при этом у вас еще есть инвестиционная составляющая, то есть у вас есть инвестиционный портфель, если с ним у вас получается, что общий уровень дохода не понизился больше, чем на 30%, вот тогда у меня вопрос. Строю теорию о том, что, наверное, речь идет только о трудовых доходах, а инвестиционные доходы, наверное, сюда не включаются. И еще момент. Здесь сказано в его высказывании, что речь идет только про потреб кредиты и ипотечные кредиты. Меня это немного насторожило, потому что непонятно, кредитные карты будут ли к этому относиться, а, например, микрозаймы – это же не кредиты, а какие-то иные виды обязательств. То есть пока не очень понятно, но если консервативно читать то, что он сказал, значит, это только потреб кредиты и только ипотечные кредиты. А это значит, что постарайтесь кредитные карты себе не набирать, потому что есть риски, что в отношении кредитных карт это применяться не будет. Ну и микрозаймы тоже, боже упаси, но это и без Путина, понятно, микрозаймы лучше не брать. Дальше. Если выплаты по кредитам окажутся непосильными, то процедура банкротства должна стать необременительной. Вот здесь совсем непонятно, потому что у нас есть утвержденная ФЗ-127, процедура банкротства из лица, и для того, чтобы подать на банкротство, нужно иметь долг от 500 тысяч рублей. Ну и дальше должна быть просрочка от трех месяцев, чтобы можно было претендовать на эту процедуру со стороны кредитора. Ну а если вы заемщик, ну вот от 500 тысяч, возникает вопрос, а что там должно измениться? То есть, что значит необременительной? Это поставит какой-то минимальный лимит, сколько может стоить услуги, например, управляющего, который будет вести ваше дело о банкротстве, или снизит лимит, с какой суммы можно претендовать на добровольное банкротство. То есть, пока здесь вообще непонятно, что будет касаться поднимания, что такое процедура должна стать необременительной. Поэтому пока считаем консервативно, что условия банкротства остаются теми же, и поэтому обращаемся к ФЗ-127 для того, чтобы понять, как эта процедура происходит. Ну а для того, чтобы не попасть сразу на банкротство, если вы чувствуете, что у вас любые затруднения с выплатой по кредитам, обращайтесь в банк до того, как начнутся просрочки, чтобы согласовать новые условия выплаты. Дальше, льготы для бизнеса. Президент сказал о том, что если компании малого, среднего и микробизнеса в тех сферах, которые наиболее пострадали в нынешний период, если они действительно пострадали, то тогда они получают отсрочку на ближайшие 6 месяцев по налоге, кроме НДС, естественно, по налогам, а микропредприятия еще и по страховым взносам. Но возникает вопрос, во-первых, с какой даты пойдет это? Ну, наверное, теоретически, я думаю, видимо, с второго квартала. Но самое основное возникает вопрос о критериях. То есть президент сказал, что это поддержка для тех, кто в затруднительном положении. И там было сказано, что нужно будет постоянно апдейтить список вот этих отраслей. То есть как именно определить, ваша компания или вы, как ИП, вы относитесь к этой категории, у которой проблемы считаются или нет, вообще пока непонятно. То есть нет списка отраслей, нет кодов деятельности, чтобы можно было сказать, вот эти да, а этим нет. Как доказать, что вы в затруднительном положении? Нужно ли будет просто относиться к какой-то отрасли? Или еще предоставить выписку, чтобы показать, что у вас действительно дела идут плохо? Вообще непонятно. Поэтому консервативное прочтение для меня сейчас. Платим, как платили. Потому что есть риск, что пока вы будете доказывать, что вы не верблюд, уже благополучно вам начинают пенить штраф, и потом придется доказывать это в двойном размере. Дальше. По кредитам для малого и среднего бизнеса и микропредприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по кредитам на ближайшие 6 месяцев. Но здесь пока непонятно, с какой даты. И здесь, опять же, непонятны критерии. Вот как понять, вы в ситуации сложны или нет? И здесь придется ждать закона для того, чтобы, ну, в общем-то, сказать, это достаточно относиться к какой-то отрасли, или нужно предоставить доказательство, что у вас выручка упала не меньше, чем на сколько-то, за какой период и так далее. То есть здесь, и есть ли у вас основания для того, чтобы кредит не платить, или пока у вас хоть какие-то деньги есть на счете, то, значит, вы можете платить по кредиту. Пока критериев нет, платим по кредитам как положено, и если вы понимаете, что все, привет, вы сразу до просрочки, еще раз говорю, обращаетесь к банку для того, чтобы согласовать более комфортные условия. Я уверен, что банки сейчас пойдут на взаимовыгодные соглашения для того, чтобы потом не морочиться с ФЗ об исполнительном производстве и с банкротством. Дальше. На 6 месяцев будет введен мораторий на банкротство и взыскание долгов с компанией, которые оказались в сложной ситуации. И штрафов, кстати, тоже. Вот тоже опять критерий непонятно. Вот что это за компания, которая в сложной ситуации. Поэтому пока непонятно, что за критерии, мы не нарываемся на штрафы и не добираем долги. И дальше вот это приятно. Размер страховых взносов, которые плачиваются малым и средним бизнесом с зарплат, они меняются. То есть, если вы платите вашему сотруднику зарплату в пределах МРОТа, то страховые взносы будут 30%. Если вы платите вашему сотруднику больше, чем один МРОТ, то с превышения страховые взносы станут всего 15%. То есть не со всей суммы зарплаты, а только с превышением МРОТ у вас будет отчисление страховой взносы 15%. И приятное вдвойне, что эта мера имеет долгосрочный характер, она не временная в связи с поддержкой из-за коронавируса. Это планируется, ну, что называется, серьезно надолго. Поэтому это плюс-минус мотивация, ну, чуть больше платить в белую, если хотите. И теперь самое интересное. Налоги на инвестиции. Президент сказал, что будет активно бороться с выводом капитала в офшоры. И я хочу заранее рассказать о том, что здесь имелось в виду, что вы не думали, что теперь все за границу, вообще ничего выводить нельзя. Это не так. Речь шла о следующем. У нас очень часто бывают следующие схемы, когда, например, владелец бизнеса имеет за границей, в юрисдикции, то есть в стране с льготным налогообложением, какую-то компанию, где еще желательно можно достаточно дешево прокредитоваться, то есть получить деньги. С этой зарубежной компании деньги переходят на российское юрлицо, как займ, чаще всего. И дальше основные деньги зарабатываются именно в России. А дальше прибыль из российской компании в зарубежную компанию выводится не как дивиденды, а как возврат долга. Возврат долга у нас, естественно, не облагается налогом. То есть юрлицо российское выводит деньги, по сути, в офшор, в зону льготного налогообложения. И ничего в российскую казну почти с этого не платят. Дальше деньги приходят за границу. Там используются различные схемы на оптимизацию налогообложения. Это отдельная тема, не буду даже сейчас про это говорить. И получается, что в Россию ничего не приходит. Вот с таких вот траншей денег за границу. То есть, по сути, юрлицо зарабатывает здесь, но деньги выводит туда. А здесь ничего с этих денег, с прибыли, ничего никто не платит. И с точки зрения закона, вот это де-факто являются дивидендами, хотя выводятся не как дивиденды. И по налоговому законодательству России, если российское юрлицо платит дивиденды не резиденту, то с этой суммы нужно платить 15% налог. И, собственно, Путин говорил о том, что вот надо будет вычленять вот такие вот транши с юрлиц российских за границу, чтобы не мимикрировали это, не пытались завуалировать дивиденды под что-то другое, с чего можно не платить налог 15%. Поэтому не бойтесь, уважаемые господа и дамы, не надо думать, что все, вы теперь ничего за границу перевести не можете. С этой суммы с вас кто-то спишет 15%. Нет, это касается именно этой схемы. И самое интересное, и последнее, но не по значению, это налог на вклады и облигации. Вот здесь придется попотеть. У меня нет ответа на все вопросы, я вам сразу скажу. Путин сказал, что если у вас на вкладах или в облигациях, в долговых ценных бумагах более 1 миллиона рублей, то у вас вводится налог 13% на процентный доход. То есть вот у вас есть вклад 1 миллион 100, это значит, что у вас не так, как раньше это было. Раньше по рублевым вкладам налог взимался, только если ставка превышала ключевую плюс 5%, а если это валютный вклад, если ставка превышала 9%. Превышение брался налог по ставке 35%. Так вот, сейчас, ну непонятно в какую точно дату, будет введена вот эта инновация. По вкладам, смотрите, какая тема есть из того, что известно уже сейчас, и есть то, что непонятно до сих пор. Смотрите, по вкладам. Во-первых, спешу вас успокоить, пожалуйста, не надо бежать в банки и снимать все скорее быстрее, потому что Силуанов уже разъяснил, что налог будет введен в 2021 году, в 2021, повторюсь, и уведомления о налогах придут в 2022 году. 2020 год по налогам никак не попадает, поэтому успокойтесь, все нормально, в 2020 году имейте вклады, как хотите, никакого налога с них взиматься не будет. Не надо мне спрашивать, какое имеет отношение к коронавирусу в 2021 и 2022 году, я не могу ответить на этот вопрос. Я просто говорю про то, как это будет работать. С какой точно даты, ну я делаю прогноз о том, что с 1 января 2021 года все процентные доходы, которые вы будете получать по вкладам, если у вас на вкладах больше миллиона, они будут облагаться по ставке 13%. Также Силуанов подтвердил, что вот этот налог будет применен не ко всей сумме вклада, если он свыше миллиона, только с превышения, ну по-русски, смотрите. Вот, допустим, у вас есть банковский вклад, где у вас миллион сто, и на этот миллион сто вы получаете, ну, например, 5% годовых, да. Так вот, вот самое приятное, что у нас этот налог 13% будет, по мнению Силуанова, и как он сейчас это объяснил, считаться следующим образом. У нас будет считаться 5% не с миллиона ста, а со 100 тысяч. То есть вот сумма, которая до миллиона, все, что вы на нее зарабатываете, не будет облагаться налогом. И в нашем примере, если у вас депозит на миллион сто, и ставка процента по нему 5%, то у вас возьмут налог только с суммы 100 тысяч рублей умножить на 5%. Посчитали, это 5 тысяч рублей. Вот с 5 тысяч рублей возьмут налог 13%. Вот это все достаточно просто и легко. Поскольку Путин сказал, что надо иметь во вкладах или облигациях, ну, или инструментах долгового рынка более 1 миллиона, то дробить вклады – это бесполезная тема, потому что считается в совокупности у вас на человека должно быть больше миллиона, чтобы вы попали под налог. То есть если вы будете иметь в банке А 500 тысяч, в банке Б 500 тысяч, еще в банке С 500 тысяч, вы попадаете под налог, потому что у вас в совокупности больше миллиона в депозитах. Так что придется, ну, дробить по членам семьи, близким и так далее, и так далее. Кто будет считать этот налог? Ну, очевидно, что банк это посчитать не сможет, потому что у вас может быть в одном банке 500 тысяч, в другом 500, в третьем 500, и каждый банк будет видеть, что у него только 500. Он посчитать это не сможет. Силуанов подтвердил, что считать это все будет пока предварительно налоговое, и вы высылаете уведомления в 2022 году, сколько вам насчитали за 2021 год налогов. Поэтому не бойтесь, налоги за вас просчитает наша налоговая. Ну, отдельный вопрос, волноваться или нет, правильно она посчитает или нет, это я не знаю. Это нужно подождать и посмотреть, как она это будет делать. Что касается вкладов тонкостей, которые пока мне не очень понятны. Смотрите, пока не очень ясно, вот это нужно иметь на вкладах или на всех счетах, потому что есть накопительные счета, они вкладом не называются, но есть накопительные счета, по которым процентный доход начисляется. Есть доходные карты, по которым есть процентный остаток. Вот это все будет считаться плюсом к этому миллиону, то есть это будет учитываться в составлении этого предельного миллиона, или речь только про банковские вклады. Пока не знаю, но я за консервативное прочтение. Скорее всего, раз сказали вклады, значит, имелись в виду именно вклады, потому что по картам это будет очень сложно посчитать налоговый, сколько, чего, куда, как это все скакало. Ну и накопительные счета в данном случае, вот для меня это вопрос, будет ли это считаться частью вклада или не будет. Консервативное прочтение, что будут считать все вместе. Ответа на вопрос пока у меня здесь нету. Но если у вас просто обычный счет, на который не начисляются проценты вообще, то, естественно, он не будет учитываться при расчете этого миллиона, потому что смысл брать налог с процентов по вкладам. И если у вас есть что-то, на что не начисляются проценты, естественно, в расчете этого миллиона это учитываться не будет. Также возникает вопрос, если у вас валютные вклады. Вот здесь проблема, а как считать, если курс будет плавать? Например, в одно время у меня меньше миллиона, а потом рубль грохнулся, и у меня стало резко больше миллиона во вкладах, потому что у меня валютные вклады в рублевом эквиваленте выросли в размерах. Вот здесь сразу возникает вопрос, как это считать? Видимо, за это будет отвечать налоговая. И она будет смотреть, в какие моменты, что, где было превышение. Ответа на этот вопрос у меня пока что нет. Дальше момент по облигациям. Вот это вообще самый сложный момент. Смотрите, сразу скажу, что в выступлении Путина он сказал, что будет браться налог, если у вас во вкладах или долговых бумагах более одного миллиона. Он не сказал «и». То есть, соответственно, лимит в миллион применяется отдельно на вклады, отдельно на долговые бумаги. Это не значит миллион всего во всем. По облигациям здесь возникает очень большая проблема, и пока никаких разъяснений по ним не поступило. Вообще, в принципе, теоретически, если у вас в облигациях, облигация – это в смысле именно ценная бумага облигации. Это не в фондах облигаций, не в структурных продуктах на облигации. А если вы являетесь владельцем облигаций, то тогда, если у вас в этих облигациях один миллион рублей и более, то есть как только вы пересекаете шкалу один миллион, у вас возникает налог 13% на проценты, которые вы получаете по облигациям. И вот это совсем сложно, потому что, смотрите, есть облигации, которые изначально безналоговые по купонному доходу. Это гособлигация ОФЗ, это муниципальная облигация, это суверенные еврооблигации России, и это рублевые корпоративные облигации, облигации, выпущенные в 2017-м и позже, по которым купон не превышает ключевую ставку ЦБРФ плюс 5%. И вот по ним, видимо, получается, что безналоговость уходит, и, видимо, вот эти купоны придется, ну, будут облагаться налогом. Потому что другие облигации, это облигации рублевые корпоративные, выпущенные в 2016-м и раньше, по ним и так купон облагается под 13%, поэтому тут ничего не поменяется. И если брать валютные облигации, кроме суверенных Российской Федерации, по ним с купона и так 13% взимается, поэтому тут тоже ничего не возникает. Поэтому я делаю предположение о том, что, видимо, у нас, если у вас свыше миллиона в облигациях, то, видимо, у вас даже в отношении облигаций, где безналоговый купон, вот будет взиматься налог по ставке в 13%, но только там, где идет превышение одного миллиона. Сразу возникает вопрос, а если у вас в облигациях и тех, у которых с купона взимается налог, и тех, у кого не взимается налог, вот в совокупности больше миллиона, то тогда речь идет про то, что нужно превысить миллион в тех, у которых с купона налог не взимается, и тогда у них будет какой-то налог, или вообще во всех облигациях нужно иметь больше миллиона, чтобы у вас взимался налог. Но если у вас, например, вы владеете только евробандами, у вас и так будет с купона взиматься налог. Поэтому тут пока вообще ничего не понятно, как технически это будет реализовано. Также непонятно, кто этот налог будет считать. Ну, видимо, по логике Силуанова это должна считать наша налоговая, но тут я вообще боюсь представить, как она это будет делать. И, видимо, у нас как-то уравняют облигации все просто по налогам, потому что вычленить те, которые не льготные по купонам, а тех, которые льготные, и чтобы по этим льготным посчитать этот миллион, мне кажется, это нереально. Поэтому я думаю, что если все-таки прогнозируют, как это будет реализовано, скорее всего, просто скажут, что теперь со всех облигаций с купона 13% привет. Это моя теория, я просто не представляю, как они это будут делать в плане вычленять одно от другого и так далее, и так далее. Более того, если у вас облигации какие-то есть в валюте, а какие-то в рублях, то там тоже будет плавание, когда-то превышение миллиона, когда-то нет превышения миллиона. И в этом смысле тоже пока непонятно, как это будет считаться. Но с учетом того, что Силуанов говорит, что по вкладам это будет только с 2021 года применяться, логично предположить, что по облигациям тоже раньше, чем в 2021 году, ничего не случится. И вот в 2020 году нам придется активно ждать разъяснений по поводу облигаций. Теоретически возможно, что скажут, либо ничего не поменяется, либо все облигации уравняют по налогам, потому что вычленять кто где, мне кажется, это просто нереально, вообще физически нереально. Что делать? В 2020 году можно не париться, просто ждать, что будет дано в части закона, и просто ждать разъяснений. Это единственное, что можно сделать в отношении налогов. А что можно сделать, чтобы сократить налоги? Первое. Ну, дробите депозиты и облигации по членам семьи и близким людям, чтобы у вас в совокупности было меньше миллиона на человека. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, есть варианты использовать индивидуальные инвестиционные счета типа B, если вы находитесь в рублях. Потому что, как мы с вами знаем, индивидуальный инвестиционный счет типа B спасает от налога под 13%. И если облигации у нас будут облагаться с купона под 13%, то вы спокойно переводите деньги на ИИС типа B, покупаете облигации и не паритесь, что у вас там с какого-то момента будет больше миллиона и у вас будут брать какой-то налог. Поэтому это использование ИИС типа B совершенно спокойно. И если у вас больше, чем миллион в совокупности, открывайте ИИС типа B на всех членов семьи, рассовывайте ваши деньги по ИИСам типа B, покупайте облигации и уходите от налога на купон по облигации. Помним, что на ИИС пока валюту внести нельзя, поэтому как будут обстоять дела с облигациями валютными, я пока предсказать не могу. В отношении валютных несуверенных, там с купоной так налог берется, а с суверенных вот вопрос. Видимо, будут брать, если следовать логике высказывания Путина, но как, это тоже большая проблема. Ну и в принципе, с учетом того, что депозиты и облигации уравняли по налогам, это еще один стимул для того, чтобы смотреть в сторону именно облигаций, а не депозитов, потому что депозиты стали еще менее интересными. Ну а в остальном, в отношении облигаций, увы, пока вопросов больше, чем ответов. И единственное, что я могу сказать, это ничего не делайте, не паникуйте в 2020 году, потому что все будет применяться только с 2021. Но и также, естественно, делитесь вашими мнениями, что, как, чего, что, кто думает дальше делать, но убедительная просьба, вот правда, пожалуйста, не паникуйте, не надо все сразу отовсюду вытаскивать, получайте ваши деньги, просто ждите комментариев. 2020 год только начался, и поэтому у вас дофига времени, чтобы правильно сориентироваться и выстроить стратегию, исходя из налогообложения с 2021 года. И все-таки оптимист, может быть, в нашей стране все еще тысячу раз поменяется и на этот раз в лучшую сторону.